Друзья, привет! С вами Аня и канал WorkTalk. Что такое нефть? А что такое гидроразрыв пласта? Эти вопросы и не только мы задали детям нефтяников. Получили очень необычные ответы. Смотрите до конца, ведь там вас ждет сюрприз. А также не забывайте подписываться на канал. Я обещаю вам еще много ярких и креативных роликов. Поехали! Итак, начнем. Такое стене, которое долго-долго включает от землю. Даже для динозавров. Потом мы их выкопали и стали производить пластик. Это доди создания кораблев и самолетов. Это гнилые руки. И ну или земли какая-то я понял. Типа такой жидкости, из которой делают пластик. Идет по себе и наливает жидкость. Я жду, пока машина приедет, а потом надевает к машине. Такая черная грязь. Ее потом не отмыть никогда. Давно было наводнение. И те, кто не умели плавать и дышать под водой, они вымерли. Они вымерли и на глубине оставались косточки. Нефть – это масса света черного. Там много углевода. Нефть – это полезное ископаемое. Нефть – это то, чтобы вы выгнуть из земли. Это такой ресурс жидкий. Нефть – это такая жидкость, в которой из нее можно делать бензин. Ну или если взорвать бензин, тогда это будет очень опасно. Целый мир можно взорвать. Такие люди, что они бурят там, сверлят. И нефть добывают они. Наверное, кто добывает нефть. Геолог. Нефтяник – это когда чинят машины. Это тот, кто бурит землю, чтобы достать нефть. Это тот, кто создает нефть. Ищет ее. Добывает, добывает. Это тот, кто добывает бурят. Нефтяник – это папа и мама. Ну, мне кажется, нормально. Он с бородой и очками. И у него волосы работают. И у него волосы. Одевается в разноцветный костюм. В зеленый. И работает. Он одет в специальный костюм, лазит под землю. А еще папа мне рассказывал, что они там находят всякие древние кости, когда мы будем в эту дырочку. Ну, как человек, например. Чистый. Они же не руками добывают ее. Потому что они лазят в пещеры. Нет, каска, чтобы если что-то упадет, то не на голову, а на каску. Чтобы не повредить тело и голову. Чтобы, если упала большая, тяжелая вещь, тогда его голова не повредится. Если что-нибудь зовется там, на бюлку, чтобы не удариться головой и потерять сознание. Они удаляются об эту шляпу, а там есть нитки, которые задерживают мозг. Там, где есть, но еще и мозг пробуждает. Ну, он одновременно как бы высасывает нефть и зарабатывает деньги, только на компьютере. Он зарабатывает деньги, потому что ему надо купить какую-то ботикрушку мне. Потому что он работает. Потому что нефть очень долго добывается и потому что папу не отпускает. Потому что он ночью всегда работает. Только ночью, а днем спит. Потому что хочет деньги заработать. Он с ботвой. Бумажки листает у всех. Ему все отдают, а он листает. Он делает на своей работе очень важные дела. Ну, зарабатывает деньги и место с бот. Добывает ее тоже только не лопатой, просто, а... По компьютерам. Мама придает скважины. Побывает в нее как будто скиркот. Специальным прибором по землю, как бы копает. И уцепляется к нему камера. Проверяет, где нет, где не нет, где вода вообще. Я больше люблю, когда он возвращается, потому что его очень долго нету и я успеваю по нему соскучиться. Когда он не езжает, мне круто. Ну, я плакаю очень долго. Когда ты возвращаешься. И можешь спокойно поиграть в кубик. Люблю, когда папа на работе, потому что папа на работе... Все папы на работе зарабатывают очень много денег. Можно папу поддерживать, потому что они трудятся для своих детей. А потом возвращаются. Это папа возвращается. Да, у меня уже от него пятенчанчик. А он часто приводит какие-то игрушки или сладости. Потому что он игрушка себе. Мы там ездим на ход, на рыбалку и туда-сюда. Входят куда-то. Да, только не каждый приезд, но Дарья. Как что? А Дарья-то кушает или нет. Грустит. Шиет. И готовит. Она переходит на правильное питание. Работает с нами. И с мамами и другими разговаривает, когда есть свободное время. Я только почти помню, что я делаю. Я волнуюсь, потому что мы можем спокойно поиграть. Ты уезжаешь, и реально тебе нечет. Она за мной указывает, дает мне поесть и посуду. И по субботам мы покупаем игрушки. Работает. Игры с ним. Сказки рассказывает. Песни по-корабельные. Она с нами занимается всякими там штучками-шмачками. Когда на маузлюсь? Ага. Просто я по папе где-нибудь сильно скучаю. Либо, а еще, я ночью могу представить, что здесь бродит какой-то зеленый вансер. И боюсь. Я скучаю все время. Мы недавно играли. По нему. По всем, вообще по всему. Даже сейчас я скучаю. Я больше люблю, успокоен играть, конечно же, в самостоятельной песне. В видеоигры он интересуется чем-то, а ты не интересуешься, мама. Но я играюсь, и нет времени скучать. Потому что он не дает телефон, чтобы поиграть в свои игры мои. Мне нравится со мной мяч, в прятки, в догонялки. Это и есть наши исключения. А вот блин, папа так долго уже нет. когда он приедет вот так как не стал класс деньги 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 это мне там у меня есть например деньги там зарабатывать там может быть она дружит с боссом их никогда не знаю я закончится через несколько лет через пятьдесят лет я думаю через несколько лет это вопрос к моему папе я да только я бы не работал по компьютерам я лопатой я был нефтяником для того чтобы производить корабли от комет которые могут уничтожить нашу планету водой залет все мы можем выгаситься на большой корабль от берега а когда начнется буря ну все ну все да потому что это очень интересная работа потому что не будет нефть это так уж на нет потому что там много гряди надо ехать на комендировку одеваться и одеваться надо работать как папа и потом я буду ему помогать да да чтобы ездить по разным странам хотел бы стать пожарным но пожарным быть очень сложно и я готов стать пуштяньком это нефтина голова это когда нефть из-под земли трудно не вытаскивается и как фонтан ломает зиму и выходит красивый черный фонтан измеряет плотно с помощью излучения радиации буровая это такая машина которая борет и ну типа копает большая машина ну как бы корабль и на корабле ее построили в море так длинные палки а наверху уже на чем можно ходить я запустил немножечко лайков чтобы нефть лилась рекой чтобы они быстрее возвращались домой ну я хочу чтоб вы в шлемах купались потому что если что можете сеть из душа в нефть чтобы у них были хорошие хорошая нефть они никогда не получали плохую нефть и хорошо умели лазить в пещеру чтобы ее добывать удачи чтобы они зарабатывали деньги обнимался к целоваться если там друзей и машин и лимагин я хотел бы им пожелать не пухом дра чтобы у них каски не ломались чтобы много бурили чтобы все скважины приборились я хочу чтобы нефтяникам чтобы они трудно зарабатывали деньги надеюсь теперь вы чуть более спокойны за будущее нефтянки дети все сказали за меня мне только хочется добавить что это безумно приятно когда тебя любят и ждут а мы увидимся с вами очень скоро в новых выпусках канала WorkTalk пока кому понравилось это видео подпишитесь на канал